В Алматы окончательно утвердили правила ношения масок в школе. Ученики должны ходить в повязке всюду, кроме столовой и спортзала. В регионах, между тем, докладывают о почти поголовной вакцинации педагогов и обещают торжественные линейки, правда, только первоклассникам. Подробности у наших корреспондентов прямо сейчас. Во всех школах Мангостаусской области установлена система АШИК, а учителя, которые будут работать с детьми, на 100% привиты. Это порядка 10 тысяч педагогов по всему региону. Торжественные линейки к 1 сентября пройдут только для первоклассник. 108 миллионов тенге потратило местное управление образования на то, чтобы оснастить все учебные заведения санитайзерами, специальными ковриками и другими средствами защиты. Если межведомственная комиссия не запретит, то все школьники в новом учебном году пойдут в школы и будут учиться в оффлайн формате. А вот праздничные линейки ждут в Мангостау только первоклассник. В школах будет обязательно масочный режим для взрослых и детей. Сейчас педагоги школ составляют свои учебные расписания так, чтобы у детей предотвратить столопотворение. Все занятия будут выстраиваться в таком порядке, где дети будут выходить поочередно на перемены, а также ходить в столовые. В данное время все школы готовы к учебному году. В целом ситуация по области остается стабильной. Число заболевших последние несколько недель ежедневно составляет около 200 человек. Поэтому главврач даже сделал послабление для активных участников программ «Ашик». Теперь они могут работать до 12 ночи. А раньше должны были закрываться к 8. Правда, в выходные дни запрещено работать абсолютно всем. А вот те, кто не включен в систему «Ашик», ужесточение коснулись и в будни. Их рабочие часы теперь сокращены. К примеру, рынкам, общепиту, фитнес-залам и торговым центрам разрешили принимать клиентов только до 5 вечера. А вот центрам общественного населения и почте – до 6. Летние кафе теперь могут быть открыты до 20 вечера. Насколько все строго в Карагандинской области, расскажет моя коллега. Ежедневный прирост заболевших в центральном регионе пошел на спад. Но это пока не позволяет ему покинуть красную зону. У нас выявляют сейчас чуть больше 900 новых случаев за сутки. А вот цифры летальных исходов по-прежнему пугающие. Только за минувшие сутки с диагнозом коронавирус в области скончались 7 человек. На повестке дня в регионе, как и во всей стране, сегодня подготовка к учебному году. Педагоги в вопросе вакцинации оказались настоящими отличниками. 95% учителей уже получили прививку. Оставшиеся 3000 работников образования, скорее всего, станут золотыми клиентами местных лабораторий. То есть в очном режиме работнику необходимо проходить обязательно ПЦР-тестирование. Это согласно постановлению главного санитарного врача, что все не вакцинированы, должны проходить один раз в 7 дней. Ну, за чей счет, это уже сами каждая школа будет решать. За чей счет они будут. Ну, в основном, это каждый сам должен на свое здоровье отвечать. Как и везде в школах, на входе у взрослых и детей будут измерять температуру. Родители попросили быть еще осторожнее, чтобы избежать карантина для всего класса. Линейки 1 сентября у нас пройдут только для первоклашек. Все остальные без торжеств сразу же сядут за парты. Репортеры КТК рассказали вам о подготовке к новому учебному году.